Здравствуйте, меня зовут Игорь Яшин, я руководитель технической поддержки EFT Group и сегодня мы продолжаем серию наших экспериментов с стахиометрами. Мы хотим померить сегодня величину лазерного пучка в зависимости от расстояния и как влияет угол поворота марки по отношению к прибору на точность измерения расстояний. Сегодня мы взяли два прибора ТС-10, 2 секунды, он полностью поверен и исправен, и ТС-1, аналогичная ситуация, полностью исправных два прибора. Что мы делаем? Мы выставили штатив на 40 метров примерно, там на штативе наклеена специальная марка с масштабной линейкой, где можно будет увидеть величину лазерного пучка и также внизу транспортир, на котором мы будем менять угол поворота марки. И так раз таки мы первое выполняем две задачи. Будем смотреть величину пучка на этом расстоянии, ну на 40 метров, дальше мы будем крутить марку на 15 на 30 градусов и на 45 и смотреть как изменяется расстояние, чтобы показать нашим зрителям как будет меняться расстояние. Когда вы, например, на стройке, у вас нет возможности встать под прямым углом на марку и вы измеряете. То есть нужно быть очень аккуратным в данной ситуации, когда у вас марка под каким-то углом. Но мы будем все смотреть. Давайте переместимся сейчас к нашей марке, посмотрим величину лазерного пучка на 40 метров. Итак, мы переместились к нашей конструкции. Как видите, она состоит из транспортира с градуировкой и масштабной линейки с сантиметровым масштабом. Здесь мы видим сейчас несоосность, она присутствует. Высота пучка порядка сантиметра, ширина порядка 0,5. Давайте запомним эти величины и сравним их с TS-1, когда его поставим в треггер. Сейчас в первую очередь мы будем измерять расстояние TS-10 и поворачивать марку. Мы провели серию измерений и получили 44 метра, 202 миллиметра расстояния. Сейчас мы повернем марку на 15 градусов по отношению к прибору и посмотрим, насколько изменится расстояние. Мы провели серию измерений, получили результат 44,202, то есть на 15 градусов у нас нет почти отличия в расстоянии. Проводим дальше наш эксперимент, поворачиваем на 30 градусов и проводим также серию измерений. На 30 градусах мы получили результат 44,204, то есть уже примерно 2 миллиметра погрешность. Поворачиваем сейчас на 45 и по идее расстояние еще должно увеличиться. Смотрим. Мы провели измерение при 45 градусах и получили расстояние 44,208, то есть разница с первым измерением, когда марка была перпендикулярна к нам, уже порядка 6 миллиметров. То есть представляете настройка, какая у вас появляется погрешность. Избегайте таких углов поворота, даже если у вас прибор лейка. Теперь мы то же самое проведем с прибором TS-1. Снимаем сейчас с этого треггера и в тот же треггер вставляем TS-1. Поворачиваем марку снова в перпендикуляр, в ноль и начинаем наше измерение. Мы измерили расстояние нашим прибором TS-1, поставили прибор в тот же треггер, получили расстояние сейчас 44,203. Сейчас угол поворота 0 градусов, поворачиваем марку на 15, смотрим как изменяется расстояние на приборе TS-1. При повороте марки на 15 градусов по отношению к нашему прибору мы получили расстояние 44,202. Мы наблюдаем в точности такую же картину как на лейке, изменения по расстоянию нету. Проводим наш эксперимент дальше, поворачиваем марку на 30 градусов. Прибор измерил расстояние на угле 30 градусов по отношению к нам. Мы получили расстояние 44,202, то есть почти погрешности нет, то есть около нуля. Если мы вспомним, то у лейки было 44,204. Я считаю, это тоже почти несущественная погрешность. Поэтому мы производим сейчас поворот на 45 градусов и тут мы должны увидеть погрешность. На повороте марки 45 градусов мы получили результат 44,206. То, о чем я и говорил. Появилась погрешность в 4 миллиметра в измерении наших расстояния. У лейки было порядка 6 миллиметров, все равно схожа погрешность, я считаю, 4,6 миллиметра. Но когда вы выполняете высокоточные работы, это, я думаю, недопустимо. И это на расстоянии 44 метров. Собственно, на 100 метрах мы будем видеть другую картинку. Сейчас мы переместимся к нашему трегеру и посмотрим величину пучка у прибора TS-1. Мы находимся возле трегера. Видим пучок наш от TS-1. Что первое хочется отметить? Он гораздо тусклее, чем у лейки. У лейки более яркий, более ярко выраженный пучок. Что по величине лазерного пучка? Порядка 0,7 ширина и порядка высота 0,8-0,7 где-то. И тоже слегка смещен от центра перекрестия нашего. Ну что, продолжим наш эксперимент. Передвигаемся на 100 метров и проводим все то же самое, что делали на 44 метрах. Мы вернули в трегер TS-10. Измерили расстояние, получили 103 метра 360 миллиметров. Сейчас угол поворота 0 градусов. Мы будем также на 0, 15, 30 и 45 смотреть, как меняется наше расстояние. Сейчас мы переместимся к нашей марке на штативе на расстоянии 100 метров и посмотрим размер пучка. Мы видим наш пучок. Он увеличился ровно в два раза. Сейчас вы видите нижнюю границу минус 1, верхняя 1, по ширине 1. То есть высота 2 сантиметра, ширина 1 сантиметр. Если вы вспомните предыдущую станцию, то было 0,5 на 1. То есть увеличение ровно в два раза, что в принципе и логично. Пучок уже не такой яркий, как на 40 метрах. И мы видим, что четко он смещен вправо относительно центра. Мы получили результат 103, 359. Марка повернута на 15 градусов. Я считаю, что это незначительное изменение расстояния. То есть в принципе видим такую же ситуацию, когда измеряли на 44 метра. То есть при угле 15 градусов изменений нет по расстоянию. Сейчас марка повернута на 30 градусов и мы провели серию измерений. Получили результат 103, 363. Разница с первым перпендикулярным расстоянием уже 3 миллиметра. Мы уже получили погрешность в измерении расстояния. Что будет, если мы повернем на 45 градусов? Давайте посмотрим. Кружка хорошо держит. Мы сделали последнюю серию измерений. Марка повернута к нам на 45 градусов. Мы получили расстояние 103, 367 миллиметров. То есть разница с первым расстоянием, когда марка была перпендикулярна 7 миллиметров уже. Мы сейчас меняем прибор и смотрим, какая ситуация с ТС-1. Может, что-то увидим более интересное. Мы поменяли снова прибор. Поставили ТС-1. Измерили первое расстояние. Марка перпендикулярна. Получили результат 103, 360. Сейчас мы переместимся, как и в прошлый раз, к нашему штативу, где трейгер с маркой. Посмотрим размер пучка. Сравним его с лейковским. Пойдемте. Мы видим наш пучок. Его размер 2 на 2. Надеюсь, камера передаст его размеры. При дневном освещении его видно хуже, чем лейковский. Но и наш пучок чуть больше лейковского по ширине. Если вы помните, лейковский был порядка сантиметра. Высота также 2. Наш чуть шире. Теперь сейчас проведем серию также измерений. И посмотрим, насколько это повлияет. Ширина пучка на таком расстоянии. Марку повернули на 15 градусов. Измерили расстояние. Получили результат 103, 360. То есть, как в принципе и у лейки. И на любом расстоянии на 40 и на 100 метрах. У нас нет изменения в расстоянии на 15 градусах. Изменения появляются на 30 и на 45. Поворачиваем дальше. На 30. На 30 градусах, как и у лейки, мы видим ту же самую погрешность. Мы получили расстояние 103, 363. Когда у нас перпендикулярно было измерено 103, 360. 3 миллиметра погрешность при повороте на 30 градусов. То есть, два прибора показывает. То есть, уже можно сделать вывод, что при 30 градусах, когда вы высокоточные работы выполняете, стоит избегать. Ну, ситуации бывают разные. Мы сейчас поворачиваем на 45 и смотрим, что при 45 получается. Мы сделали последнее измерение на TS1 на 45 градусах. Получили результат 103, 367. 7 миллиметров погрешность. И мы имеем такую же погрешность, как и в лейка TS10. То есть, в точности картина повторилась по расстоянию 7 миллиметров. Давайте подведем итог. Что мы получили? При угле 15 градусов марки по отношению к прибору у нас погрешности нет. Ни у TS1, ни у TS10. Если марка повернута по отношению к прибору на 30 градусов, то у нас возникает погрешность. Порядка 3 миллиметров. Причем мы видим ее как и на 40, так и на 100 метров. Если марка повернута по отношению к прибору уже на 45 градусов, то мы видим погрешность порядка 6-7 миллиметров. При выполнении каких-то высокоточных работ, при строительстве, эта ошибка недопустима. А чаще всего, когда возникает эта ситуация, когда вы делаете засечку. Мы знаем, что геодезисты, приезжая на бег, не всегда могут удачно выставить прибор по отношению к маркам, их геометрии. То есть марки могут к прибору быть на 30, на 40 и более градусов. Мы предлагаем данные марки исключать из вашей засечки, потому что мы видели в эксперименте, на 45 градусах у вас была погрешность 7 миллиметров. Это очень много для засечки. Что показал наш сегодняшний эксперимент? Даже у исправных приборов, поверенных сервисным центром, есть такой нюанс, как несоосность визирной оси и дальномера. Кстати говоря, лейковский сервисный мануал говорит, что допустимым отклонением лазерной оси от оси визирования является такое, при котором точка визирования находится внутри границы лазерного пятна. Картинка, кстати, передо мной сейчас. Ошибка измерения расстояния, возникающая из-за острого или тупого угла между плоскостью марки и оси визирования прибора, имеет две причины. Первая – это несоосность. Кстати, мы снимали видео, как можно избежать эту ошибку. Измеряйте при двух кругах, круг лево, круг право. Ссылочка на видео обязательно появится. Ну и вторая причина – это увеличение площади пучка. То есть при повороте марки на угол, как мы увидели, кстати, из эксперимента больше 30 градусов, мы увидим, уже ошибка появляется. Кстати, у меня есть дата-шит на лейк ТС-10, и здесь у нас указан размер. Мы, кстати, выведем его, тоже сейчас появилось. Какой размер лазерного пучка на 30 метров, на 50 и на 100. В принципе, мы эти значения и получили. Если у вас появятся идеи для новых экспериментов, пишите их в комментариях. Всем спасибо и пока! Субтитры подогнал «Симон»!